По состоянию на 28 декабря 2020 года в Одесской области зарегистрировано 69 134 случая коронавирусной болезни, подтвержденные методом ПЦР. Ситуация по Одессе. В городе зарегистрировано 30 997 случаев коронавирусной болезни, из которых 249 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице, 198 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 3 пациента на СИПАП, 48 пациентов в состоянии средней тяжести. Всего выздоровевших от коронавирусной болезни зарегистрировано 19 215 человек. Процент выздоровления в городе на сегодня составляет 62%, по Украине 64,1%. 11 241 пациент с COVID-19 из числа жителей города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции, проводится регулярное контрольное тестирование всех пациентов. Всего летальных случаев за период эпидемии по области – 1005 человек, летальных случаев по учреждениям города – 484. За текущую неделю минимальный показатель заболеваемости в Одессе составил 112 человек 27 декабря и максимальный 391 22 декабря. Минимальное число пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице 249 27 декабря и максимальное 287 21 декабря. Сводка по различным методикам диагностики COVID-19 следующая. ИФА-тестов 53 335 из них иммуноглобулин М – 33 525 человек, положительных результатов 2437. Иммуноглобулины G – 19 810 человек, положительных результатов 33 30. Тестов ПЦР – 31 652. В родильном доме номер 2 размещают беременных женщин с подозрением на COVID-19. Положительный COVID у 10 пациенток, 6 жительниц города Одессы, 4 жительницы Одесской области. В третьей детской больнице размещаются дети с COVID-19 и подозрением. Всего 8 детей. Продолжает работу 5 мобильных бригад Центра неотложной помощи для проведения тестирования на COVID-19 и забора материала для проведения ПЦР диагностики пациентам, находящихся на амбулаторном лечении самоизоляции. Бригадами за весь период проведено 13 518 тестирований на COVID-19 за последнюю неделю 397. По состоянию на 28 12 с начала карантина под наблюдением семейных врачей в Центре первичной медико-санитарной помощи переданы 21 666 человек, из которых закончили наблюдение 17 289 человек, за последнюю неделю 1930 человек. Недельное потребление кислорода по учреждениям здравоохранения в городе Одессе госпитализирующих пациентов с COVID составляет 23 тонны. 2,5 тонны в сутки в среднем потребление инфекционной больницы, за неделю 18 тонн. Продолжаются работы по обеспечению централизованного кислорода обеспечения в учреждениях здравоохранения города Одессы. 22 декабря осуществлена поставка 5 криотилиндров по 2000 литров для первой больницы 2, для инфекционной 1, для 8-й 1 и для 10-й 1. В настоящий момент выполняются работы по установке полученных криоцилиндров. Также выполняются работы по модернизации централизованной системы кислорода обеспечения в детской больнице номер 3 на 48 точек, в результате будет 75, и в родильном доме номер 2 на 28 точек, в результате будет 50 точек кислорода обеспечения. И скольки койко-мест? Значит, в детской больнице 75 койко-мест, а в детской больнице... Сколько с кислородом? Что-что? Сколько с кислородом из 73 мест, сколько с кислородом? 100% будет с кислородом. 100%, понятно. А в роддоме? А в роддоме 65 мест, будет 50, значит, будет практически 80, 90, около 90. Да, извините, Винсентр. Да, спасибо. Департамент здравоохранения проводит ежедневный мониторинг, фотофиксация наличия медикаментов, средств, индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и расходных материалов в учрежениях здравоохранения госпитализирующих пациентов с COVID и подозрением на COVID. Все медикаменты имеются в наличии. Бывают перебои с поставками и отсутствием некоторых лекарственных средств и медикаментов у дистрибьюторов на территории Украины. И в промежутках между поставками, в том числе между проведением торгов. Так, на прошлой неделе закончилась октембра в инфекционной больнице, но в пятницу она уже поступила, и во всех наших учрежениях есть октембра, которая необходима для лечения тяжелых случаев течения коронавирусной болезни. В субботу, 26 декабря, учреждения здравоохранения, работающие с пациентами на COVID, подписали дополнительные соглашения с НСЗУ по увеличению команд по работе с коронавирусом. Всего в настоящий момент организовано 46 команд. На прошлой неделе в инфекционной больнице получила гуманитарную помощь, которую организовал меценат Роман Виноградов. Это электроподъемник для инвалидов и тяжелых больных, кресла, туалеты, ларингоскопы, кислородные маски, респираторы. Благодарим Романа Виноградова и его единомышленников за помощь. Она очень важна. Значит, информация о вакцинации. Вакцина от коронавируса поступила во все страны ЕС. Вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского Союза. Вакцинация старцует в воскресенье 27 декабря. Об этом сообщила «Европейская правда», заявила президент Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен в своем специальном видеообращении. «Мы начинаем перелистывать страницу тяжелого рока. Сегодня день доставки, завтра вакцинация против COVID начинается по всему ЕС. Вакцина стала доступна одновременно для всех государств ЕС, и люди начинают принимать вакцину в Афинах, Римах, Хельсинки, Софии. Наша европейская вакцинация – это трогательный момент единства и европейской истории успеха», заявила она. Также фонд Дер Ляйен добавила, что очень скоро ЕС будет иметь больше вакцин, как только будет подтверждена их безопасность и эффективность. По словам… А какие вакцины, Елена Александровна? Значит, они собираются покупать… сейчас я скажу. Значит, они собираются покупать вакцину Pfizer, BioVantage для использования в Евросоюзе. Также Турция собирается покупать китайскую вакцину Sinovac. Кроме того, Европейское агентство лекарственных средств рассматривает заявку от американского производителя вакцины Moderna. Решение этой вакцины ожидается 14 января. В европейском ведомстве могут быть одобрены вакцины не только компанией BioTech, Pfizer и Moderna, но и концертом AstraZeneca, Sanofi, Johnson & Johnson. Это то, что касается Евросоюза. Украина предоставила план вакцинации от коронавируса. В Министерство здравоохранения Украины представлен обновленный план по вакцинации граждан от коронавируса. Он был опубликован на странице главы ведомства Максима Степанова. По словам министра, власти планируют в 2021-2022 год 50% жителей Украины. Сама кампания пройдет в пять этапов, однако сроки могут меняться из-за поставки препарата. Будут организованы мобильные бригады для иммунизации, а также временные центры вакцинации на примере Италии и Германии, отметил Степанов. Первый этап вакцинации в Украине начнется в январе. Вакцину получат 335 человек с критическим риском заражения. Это врачи в красных зонах, военные и сотрудники домов престарелых. На втором этапе препаратом будут обеспечены граждане с чрезвычайно высокой возможностью заболеть. Оставшиеся врачи, люди старше 80 лет, социальные работники всего 2,3 миллиона человек. Третьим в приоритете на вакцинацию пенсионеры от 65 лет, сотрудники спецслужб, полицейские, педагоги 7,2 миллиона человек. На четвертом этапе пенсионеры от 60 лет, граждане Украины от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, заключенные, а также украинцы, проживающие на оккупированных территориях. 11 миллионов. Остальные граждане будут привыкли на пятом этапе. Это 19 миллионов человек. А последним данным коронавирусом в Украине заразилось более миллиона человек. Жертвами инфекции стало 17 581 человек. При этом Киев отказывается от покупки российской вакцины «Спутник-5», которую предложили направить в страну российские власти. Спасибо за внимание.